Понятие вводится для того, чтобы ввести ограничения на определенное поле чувственного материала, допустим. Оно может по-разному структурироваться, но всегда то, что раньше, начиная с Канта, называли понятием, это подведение под общий признак других относительных признаков, но которые входят в состав этого общего признака. Поэтому понятие часто связано с концептом, концептом в смысле концептуальностью или схватываемостью. То есть как бы наше острее познание схватывает множество различных качеств и потом их ограничивает через одно общее, которое как бы выясняется в ходе анализа. То есть понятие само по себе не формируется как вот такой взгляд, оно требует какого-то времени формирования. Гегель, такой историцист мощный, он считал, что понятие есть время. Очень важный термин, кстати, такой несколько загадочный. Но загадочного здесь мало, потому что это действительно понятие всегда требует для того, чтобы формировали какого-то времени, какого-то пробега. Другое дело, что когда мы сталкиваемся с современным опытом, то мы понятие практически встречаем на фазах вот концептуального строительства какого-то образа мысли. Различного таких приемов риторического характера, в частности через метафору, как базовый такой элемент. И в меньшей степени мы встречаемся с понятиями, потому что, ну как бы я сказал так, что понятие – это всегда что-то новое. Какое-то небольшое открытие, какое-то новое видение, какой-то новый поворот, угол зрения. А вот категориальная система, которая включает в себя разнообразие отношений между условными понятиями, ну они уже как бы застыли до категориального порядка. Поэтому их использование понятий очень ограничено. То есть в том смысле, насколько категория может быть в прошлом неким понятием, она ограничена вот своим традиционным использованием. Поэтому такие системы, которые стремились запереть себя в категориальный порядок, как кантовская система, она практически не поддаётся никакой интерпретации, кроме имманентной. То есть находясь внутри, ты как бы почти кант. Как только выскочил оттуда, да, ты уже опять без штанов, совершенно голый. Потому что кант не гарантирует тебе твой успех вне его системы. Поэтому классика в основном – это классика категориальных порядков. А категория – это вот остывание понятийного такого жара, огня, такого вот взрывного момента. Поэтому когда философская система складывается, все понятия играют, они рассвечиваются, они контактируют. А потом постепенно, в связи с остыванием и смертью Создателя, там и так далее, заступает постмортен такой вот, который уже постепенно откристаллизовывает систему, какие-то навыки интерпретации, там и так далее. То есть я очень сомневаюсь в интерпретации классических систем. Настолько сомневаюсь, что они могут быть только вот как бы отвергнуты в каком-то смысле. Ну, вы знаете, вот как вы, очень похоже, схоже с искусством, в частности, искусством театра. Что многие постановки современные, старых каких-то пьес известных, строятся просто на обнажении приема уничтожения материала. То есть пьеса, которая ты как бы чехов, допустим, должна быть уничтожена.